Жили-были муравьи. Они занимались своими делами, пропитанием. Были другие букашечки. Все они мельтешили, занимались своими проблемами. В чаще травы. Наверху кричали птицы. Муравьи не знали, кто это. Они знали, что это какие-то звуки. Как только со мной велось пасмурно, муравьи прятались. Как сейчас. Но иногда они слышали звуки каких-то существ. А иногда они видели чьи-то длани, которые опускались к ним на траву и мешали им заниматься своими делами. Эти длани очень их беспокоили. Так как они могли их убить. Или наоборот спасти от чего-то. Они не знали, что это такое. Поэтому называли, что это боги. приходили к ним и трогали за их лапки. На всякий случай они прятались при появлении божественных ног, рук и вообще непонятных больших существ. Он побежал. так и мы живем как муравьи. Если посмотреть на эти листочки, что это деревья, а между ними бегаем мы со своими заботами, со своими чувствами, то мы не замечаем, как на нас сверху смотрят боги, помогают нам, иногда наказывают. думают о нас. Но мы никак не можем состыковаться. Ни мы с муравьями, ни мы с богами. Каждый живем в своем измерении, в своей травке, в своем домике, в своем мирке. не смотрим на небо. Где находятся боги, откуда они смотрят на нас. Уже в своем домике. Пока. Уже